Слава Господу! Glory to the Lord! Знаете, у меня прям счастье переполняет, сердце переполняет от счастья. You know, my heart is just overflowing with joy. I'm so happy. And I'm, я такая рада. Я так счастлива славить Бога сегодня. Уступил этот день, наконец-то. I'm so happy to glorify God today, because the day has come. Знаете, четыре года взяло для меня, чтобы вот стоять вот здесь сейчас. Четыре года. Ребята, четыре года. Это не четыре дня, не четыре недели, не четыре месяца. Четыре года. Обычно женщины не говорят свой возраст, правда? Я скажу, мне 51 год. Через что я пережила? Знаете, я могу сказать, я даже врагу не пожелаю. Но я благодарна Господу, вот правда, говорю вам от чистого сердца. Я благодарна Господу за тот опыт, который я пережила. Я не готова, я вот листочки взяла, но я, в принципе, так, что-то так. Я буду сама просто говорить, рассказывать свою жизнь. Я не хочу даже смотреть в эти листы, потому что они меня только будут отвлекать. Я родилась, я буду кратко, и в то же время постараюсь затронуть самые глубокие аспекты в моей жизни. Я родилась 26 декабря 1969 года. В обыкновенной семье. В России. При социализме. Сошелизм. Доран социализм. Семья моя была обыкновенная рабочая семья. О Боге знали только, вот икона висела, и красились яйца на Пасху, там, ну, куличи пеклись. В принципе, все. Все, что мы знали, знали моя Бога, это были вот куличи и яйца, насколько я помню. And all we knew about God were these painted eggs and different other things. So, сейчас я понимаю, я родилась во тьме. So, right now I understand that I was born in darkness. А истины я не знала, естественно. Никто мне о ней не говорил никогда. And of course, I did not know any truth, because nobody told it to me. А сейчас начнется самое страшное, что я буду рассказывать. Но я хотела, чтобы вы вот эту часть прослушайте, но, пожалуйста, дослушайте до конца, до самого конца, тогда вы узнаете, почему я это говорю все. И я очень бы хотела, если вы будете чувствовать страх, попробуйте все-таки преодолеть это, потому что я просто хочу уйти сейчас и сказать назад, что все-таки Иисус, Он выиграл. Хорошо? And if right now you'll experience fear, I'll tell you to try to overcome this, because in the end I'll tell you that Иисус gave victory. So, я родилась с проклятием. I was born with a curse. От моей родной бабушки. From my great... From my grandma. My grandma was a sorcerer or a witch. Она, в принципе, даже этого не знала. And she didn't even know this herself. Но сейчас я, зная духовный мир, я называю это все своими именами. Колдунья. But right now I know the spiritual word, so I call it by its name, being a witch. So, I was born with a curse, and just like a person that was born with some kind of blemish, and they don't want it, I always had this curse upon me. Not wanting it, but these things followed me. С четырехлетнего возраста я все это чувствовала. Это страх. From the age of four I always felt this, and this was always fear. Fear, и какая-то энергия преследовала меня всегда. Она присутствовала просто, она жила во мне, со мной, я не знаю, но я была частью этого. And there was always this energy that followed me, and it lived with me, and in me, and it was always present there. And I lived with this. Непрощение. Это очень страшное слово, непрощение. Unforgiveness. It's a very scary word, unforgiveness. Я желала своему отцу смерти. I desired for my father to die. Вот такая жизнь у меня в детстве была. And this is the type of life I had in my childhood. В 17 лет меня изнасиловали. At 17, I was molested or raped. А это было еще страшнее, потому что я уже ненавидела мужчин, потому как отец к нам обращался с нами. And this was already scary, because I hated men in general before this, like my father. И в тот день, когда меня изнасиловали, я пришла к отцу. And that day I was molested, I came to my father. И он сидел с моими друзьями, распивал спиртные напитки. And he sat with my friends, and he drank drinks. И я крикнула тогда. С болью в сердце. Я ненавижу вас. То есть я ненавидела на тот момент всех мужчин. I screamed from the depths of my heart that I hate you, and I hated all men at that time. И я сказала тогда, я проклинаю вас. And I said at that time that I curse you. Всех мужчин. All men. Я не знала тогда, что я делаю. На самом деле, я прокляла сама себя. I didn't know what I was doing at that time, and in reality, I cursed myself. Потому что я родила сына. Because I had birthed a son. То есть я родила ребенка мужского пола. И он попал под это проклятие, естественно. And he got under this curse, of course. Вот теперь начинается страшная страница. And now this next page is what is scary. Я поступила в институт. I got into college. И я спала на лекциях. Почему? Потому что ночью, в три часа, каждый божий день, каждую ночь, в три часа, приходил дьявол. Because every night at three in the morning, the devil would come to me. Приходил дьявол, ложился плитой огромной на мою грудь. И забирал мою душу. И я проводила время просто в галактике. Because he would come every night and lay upon my chest. And he would take my soul, and I would spend that time in the galaxy. Как вам эти ощущения? What do you think about these experiences or these feelings? Я была от страха, готова вылезти из кожи. From fear, I was ready to escape from my skin. Я видела все, что происходит в комнате. Я видела, как спит моя сестра, как спит моя мать. I seen everything that occurred in the room, how my mother was sleeping, how my sister was sleeping. Но я ничего не могла сделать. Я смирялась. И просто ждала, пока он меня, дьявол, я так называла тогда это, или черные силы. Я еще не понимала, дьявол, бог. То есть я вот знала дьявола, бога я еще не знала тогда. К богу я приду позже. And I would just sit there, or lie there, and wait till the devil, or what I refer to as the devil, let's say, a dark force, because I didn't know God, a dark force till it was done. Я единственная в тот момент, я просила помощи у своей матери. At that moment, the only person I asked for help was from my mother. Но мама у меня бога не знала, и она мне говорила, тут вот в антресоли есть Библия, возьми ее, возьми под подушку, положи, может быть поможет. But my mom didn't know God, and she used to say, hey, right there, there's a Bible, take it and put it under your pillow. Но ничего не помогало. Но я слышала голос, голос был дьявола, насколько сейчас я понимаю. And nothing had helped me, and I heard a voice, and that voice was the voice of the devil, and I understand this now. Открывая Библию, там было все одни твердые знаки, потому что это было на старославянском языке, то есть я ничего абсолютно не понимала. Opening up the Bible, there was only different kinds of letters that I wasn't able to understand. И голос мне говорит, вот видишь, для того, чтобы познать Бога, нужно быть умной. Но ты недостаточно умна, чтобы познать Бога. And the voice would tell me, see, you don't get it. To come to know God, you need to be smart, and you're not smart enough. И я приняла эту ложь. And I received this deceit. Думаю, ну действительно, откуда я знаю этот язык? То есть я даже не знала, что Библия есть на русском языке, а на простом. В тот время Библии я не встречала, в магазине не было. Да, в принципе, я и не стремилась искать. Я думала, что в Библии, вот именно на таком языке. Я не искала другого варианта. Что я только не делала, да, эту Библию и на подушку уложила, и под подушку, и на грудь. У меня были кресты. Будучи уже, когда я приехала в Америку, у меня сын называл мою комнату. Тебе говорит, еще купол поставить надо с крестом, и это церковь православная, я имею в виду. Вот так вот. Я искала Бога в картах. Я очень хотела выбраться из этого состояния, тимой. Но я лечила сама себя, как бы, изгнать тьму тьмою. Я бегала по гадалкам. Я верила в гороскопы. Я играла в карту Таро. И гороскопы. И даже прибегала к колдовству. Дьявол пытался меня убить. Три попытки было. Это было страшно. Я в детали не буду вдаваться. Если кто захочет, могут подойти, потом могут рассказать вам отдельно. Я даже меняла свое имя. Прибегая к колдовству в Америке. Пыталась избавиться от этого страшного состояния. Были страшные депрессии. И там были страшные депрессии. Можно проснуть, а просто утром просыпаешься, прекрасный день. Нету, в принципе, причины никакой до депрессии. А у тебя депрессия. И ты сидишь в кладовке. И мысли тебе говорят, ты устала? Ты устала? И твои думали, ты устала? Ты хочешь от этого избавиться? Покончи с собой. И просто бедан. Поставь точку над этим. И ты будешь свободна. И тогда ты будешь свободен. Но где-то внутри меня я слышала такой тонкий-тонкий голос. Это обман. Это обман. Но где-то внутри меня я слышала этот очень легкий голос saying, это ложь, это ложь. Вот этот маленький голос, он меня спас. И эта маленькая голоса меня спасла. Но я все-таки поменяла имя. Но я была меня изменена имя. И сжила с этим проклятием восемь лет. И я lived with that curse for eight years. За эти восемь лет мой сын стал наркоманом. During the duration of these eight years, my son became a drug addict. Тут началась новая страница моей жизни. And here a new page in my life had started. Я стал искать Бога. I start to seek God в церкви. In the church. И однажды мой сын за руку привел меня в эту церковь. And at one point, my son, taking me by the hand, brought me to the church. Я так благодарна Богу, что не в какую-то другую, а в эту. I'm so grateful to God that not to some other church, but to this one. Мне иногда даже страшно становится, если бы я осталась в той церкви, в которой я была до этой церкви. Sometimes I'm even scared of the thought if I would have stayed in the church that I wasn't before. Огромное спасибо вам, братья. I thank the brothers. I want to show the picture of when I received water baptism in 2017. I think it was the 21st of October. Friends, I ran to the water baptism. You know why? Because I had two years of the scary process of being freed from demons. It was a very scary process. Do you understand a person that does not know God? Of course, I heard of him, and I went to church, but I personally did not know him. For two years, demons were casted out from me. For two years. And I just desired for one of the pastors to put his hand on me and say, in the name of Jesus, let the legion leave you, and that's it. Oh, how I prayed for God. How I prayed for God. That my body just broke. Because, well, two years of the escape, guys, it's not just like, well, five minutes. I sat five hours on the bridge, like a ballerina. And how much I begged God? How much did I beg God? For two years, they were trying to cast demons out of me, and I stood on a bridge, like a ballerina. And you know what helped me get through? Proщение. Forgiveness. Простить отца. Это было легче. Потому что он умер. To forgive my father, it was easier, because he had died. To forgive the rapist that had molested me, I was ready to seek him out. But I had found out that he is no longer alive. Это было тоже легко. And this was easy as well. Простить мужа. To forgive my husband. Отца моего сына, Константина. The father of my son, Константин. И даже простить моего сына, потому что он причинял мне очень много боли, будучи став на тропу наркомании. And even to forgive my son, who brought much pain to me, because he got on the way of being a drug addict. Но это было шаг за шагом. То есть это не было в одну молитву, прощаем, связываем, и все. Нет, так не было. But this was step by step. It wasn't just in one prayer, saying we bound it, and that's it. Я даже поехала в Россию, после, не знаю, там, 9 лет я в России не была. Я поехала, чтобы увидеть своего бывшего мужа и попросить у него прощения. Для него это был шок. Nine years down the line, I even went to Russia to see my ex-husband and to ask for forgiveness. And by this he was shocked. Я привезла чемоданы подарков. I brought bags of gifts. Я стала проповедовать о Боге, говорить ему и его жене. I started to preach to him and speak of God to him and his wife. Его жена меня обняла, плакала. And his wife had hugged me and cried. Она говорит, как ты счастлива, что ты знаешь Бога, а я такая голодная по Богу. And she said, how happy are you that you know God, but I'm so hungry for God. Муж бывший обнял меня, расплакался и тоже попросил прощения. My ex-husband had hugged me, started weeping, and also asked for forgiveness. Вы представляете, какая сила прощения? Can you imagine the strength of forgiveness? Это прощение вело меня на высшую ступень, высший уровень. This forgiveness brought me a step higher, a level higher. Самое страшное было борьба за сына. And the hardest and most scariest battle was the battle for my son. Это был мой смысл жизни, можно так сказать. And this, I could say, was the point of my life. Я просила Бога указать мне все сферы, которые мне нужно было уничтожить для того, чтобы вытащить сына и себя. I asked God to show me every sphere which I need to destroy in order to pull out my son and myself. Два года, я повторюсь, изгнаний. Два года страшных изгнаний. Это могло быть вот в этой церкви. Я все время ходила в широком платке и закрывала лицо платком, чтобы люди меня не пугались и не шарахались дети от меня. For two years, for two years I repeat that they were trying to cast demons out of me. I went to this church, I wore a white dress and would have a head covering covering my face so people wouldn't be scared of me. Да, какая-то проповедь до такой степени касалась меня и начиналось изгнание прямо здесь в церкви, то я была вынуждена убегать из церкви и просто вот держась за стены церкви, уходить в машину и там, скажем так, рожать. And there was a sermon that touched me so much in this church that I had to just run away and I'd just be crawling, just trying to get away from here, going to my car, which would cause me to, let's say, give birth or to manifest. And I'd already be ashamed to call the pastors for them to pray for me and I feel like they just grew weary with me but they would never say no to me. приходили ко мне домой, я помню, забыла имя, забыла, ну, он-то подходил ко мне, разговаривали мы, он, по-моему, пришел ко мне и сказал, говорит, так, расскажи мне, как происходит изгнание, что ты делаешь? я начала ему рассказывать и он мне такой совет дал, потому что я все время делала омывание ног и ойлом все время, то есть это мне давало передышку. Вот как бы, вот знаете, когда женщины, когда рожают, вы знаете, да, вот хочется немножко, ну, дайте передышку, пока вот потоки идут, дайте что-нибудь, вот, да, какую-то пилюлю, то есть ты знаешь, что ты родишь, ты знаешь, что ты родишь, но тебе хочется так, чтобы тебе какой-то уколчик все-таки сделали на это время, чтобы тебе немножко передохнуть. And I remember there was a time that one of the ministers came to my house and he gave me such advice and that advice was like a second breath for me, like during a pregnancy when a woman, it's hard for her to give birth and she just wants that moment of relaxation when they give her that shot to relax a little bit. И я делала омывание ног и ойл. Вот это для меня, это была та пилюля. And when I would wash the feet with oil, that would give me that sign of relief. И когда он мне сказал, что убрать омывание ног и убрать ойл, только имя Иисуса Христа. And when he told me to remove these two things that I did from my life and just depend on the name of Jesus Christ, I was so mad at him for saying this to me. Я говорю, ты не представляешь, ты что хочешь, чтобы я на сухую? And I would say, hey, you don't imagine, you just want me to do this by myself? И он был очень так firm, как firm сказать. Настойчив, да, то есть он сказал, что другого выхода нет, либо ты именем Иисуса идешь, либо никак не идешь. And he was so firm in this and he said, either you go by the name of Christ or you don't go at all. And my husband was so supportive at this time and helped me so much at this time. I remember I came to him and I said, I'm going into the room for two hours and after two hours, then you can come and see what's happening with me. until then, do not touch me. Yeah, я это сделала, ребята. На сухую, именем Иисуса Христа. Just with the name of Jesus Christ. Прощение, как произошло у меня прощение от мужчин? Ну, я думала, ну что же, отца простила, насильника простила, мужа простила, ну, в принципе, все, все у меня замечательно. And how did forgiveness occur? And I thought, I forgave my father, forgave the person that had molested me, forgave my husband, моего сына простила. And I forgave my son. И тут вдруг, один прекрасный день, на Фейсбуке, меня оскорбляет мужчина. And then, one day, on Facebook, this man insults me. And I didn't even know that the most scariest demon was still left inside of me and was trying to convince me that he's no longer there. and what occurred was the most scariest. I thought everything was fine. I left a peaceable life and everything was good and I heard the voice of God and then out of nowhere. And the scariest part occurred when again I started screaming, I hate men. And my husband was surprised because he thought everything was already casted out of me. But it was incredible what my husband told me in that moment and what he had said. He said, Do you not love me? I said, I don't say, but I cry. No. He said, Do you not love me? And I said, No. And I didn't say it. I screamed it. He said, Do you love your son? I said, No. And he asked me, Do you love your son? And I said, No. He said, Do you not love me? I said, And he said, You don't love all men? And I said, No. He said, But you love one man? Jesus. Jesus. And this was such an explosion. And I said, I love him. And this was the strongest casting out And the last one. Jesus forgave Me For my whole life. For all my things. And started to bless me. He blessed me with the most valuable thing that he has. He gave mercy to my son. He gave mercy to my son. And now he is free. And now he is married. And now he is married. And in September he will have a child. The parents that had went through this, they can imagine the joy that I had in my heart. And I even fell inside like it can't be, it can't be that this day had come. The Lord had blessed me with marvelous children. We have blessed me with marvelous children. And we had adopted three children. And these children are handicapped. And the Lord said I bless you with the most valuable thing that I have. Not businesses or cars. He gives that what the world doesn't want. I started to teach Milana that which I know. I started to teach Milana that which I know. This child was abandoned in an orphanage by her parents. Because she was born as a handicapped with a hump on her back. Her life was in an orphanage, a house of handicapped. And she slept in a room when there was no, not one toy. And she was the youngest child there and the oldest one was 24 years old. And she never heard the words, mom, I love you, or daughter, I love you. And I know we asked help when we first came. And even though the child is handicapped and there's some mental disabilities, there's still enough there to come to know God. And Milana was trying to forgive. And she tried to forgive. And this was very hard even for a child. For a child it was hard to forgive her biological parents. And we would come to church and many times she would cry and I would ask her, hey, what's going on? And she said, it hurts in my heart, I can't forgive my parents. And my practice showed me one thing that showed me that there's unforgiveness. And I wanted to either hire a private detective to find them or to go through someone in Ukraine. And I desire to go the powerful or harder path. And many ask me, why do you need this? And that's so people see God. So people see the power of forgiveness. And for people to see that God loves them. And I'm very happy that I want this path. And I'm very proud of my daughter Milana. That she had forgiven them. Let's look and be edified by the glory of God. Let's go to the power of God. Let's go. Пока, пойдем? Пока. Мы с мужем хотим сделать тест ДНК не потому, что мы не верим, что это биологические родители Миланы, а для того, чтобы в будущем иметь возможность пригласить их к нам в гости в Америку, даже помочь им переехать туда, и если это будет для них шанс, мы как бы открыты для этого. Ты должна поговорить с дочкой. Она рядышком со мной, она ждет. Я просто не знаю, что ей сказать, и все. Лена, Лена, я тебя люблю. Она тебя любит, она тебе говорит. Не плачь, все будет хорошо, мамочка. Пожалуйста, приезжайте, мы хотим вас видеть, мы хотим вас обнять, мы хотим Милашку показать. С Дашенькой приезжайте, дайте им воссоединиться. Спасибо, что вы уже не сделали все возможное. Мама, я тебя целую и жду. Я почти всю ночь не спала. Все время думала, думала. Пойдемте. Очень тяжело, больно. Все внутри дрожит. Тяжело, стыдно. Я не знаю, как вам объяснить. Наверное, я смирилась с тем, что она умерла, и все. Так было легче жить. Я лежала почти две недели в больнице. Я ходила ее кормить. Мне, наверное, уже тогда было страшно смотреть ей в глаза. Мне казалось, она все понимает. Сказать просто, да, я биологическая мама, как бы твоя, я тебя родила и отказалась. Ну, я не знаю, как. Просто не знаю, как сказать ребенку. Прости нас. Просто прости и все. Я ее очень хочу видеть, познакомиться, подарить ей подарок. Поиграть ей, спросить, как там, ты все хорошо там. Очень хочу. Здравствуй. Прости нас, пожалуйста. Прощаю. Все, спасибо. Все, пока. Не переживайте. Спасибо, что вы есть. У тебя какие глаза голубые? Потому что она во сне сказала, у меня как мама с голубыми глазами. У тебя голубые глаза? Да. Постепляешь? Откуда она знала? У нас тоже слабе приснился сон. Он тоже видел девочку. Говорит, светленькая такая в платье красивом. Голубеньком. Она сказала, мама, я прощаю, а тебя нет. Он тогда плакал очень долго. Смотри, какой хороший человек. Очень. Мы сделали ее счастливой. Ты рада, дочь? Рада. Ты же так хотела увидеть маму и папу. И сестренка, смотри, какая у тебя хорошенькая. Не переживай, все будет хорошо. Видишь, какая она добрая. Видишь, не переживай. Она жива, у нее все хорошо. У нее любящие родители. Большего ей желать не надо. Самое главное, она меня простила. Она сказала, что она меня прощает. Спасибо вам, что таки уговорили. Я приехала. Спасибо большое. Это самый счастливый день в моей жизни. Я очень рада, что у нее хорошие родители. Посмотрите на ребенка, на ее счастливые глазки. Я очень счастлива за нее. Слава Господу. Аминь. Это не надо было показать уже. Но какие у вас ощущения? Можно вам вопрос задать? Кто-то может что-то сказать? I want to ask you, what feelings do you have? Can someone say something? Well done. Слава Господу. Glory to God. Вы представляете, какая сила была? Can you imagine, what kind of power there is? Телевидение было, украинское телевидение показывали, не могли посмотреть прямой эфир, ни с Россией, ни с Донецкой область, какая там еще есть. It was Ukrainian television. You couldn't watch it from anywhere. Америка не могла посмотреть, Россия не могла посмотреть, только Украина. Но это было по телевидению, поэтому было несколько миллионов смотрела. И на следующий день уже было на Ютубе, и сейчас уже, по-моему, полмиллиона, больше полмиллиона просмотров. And the next day was on YouTube, and now more than half a million people had watched it. Если вы посмотрите comments там, то там одни слезы. Слезы, 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 слезы. And if you see the comments there, it's only tears, 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 tears. And a lot of things, talking about God, they had cut out already. And even five minutes before I went on the show, they told me, you cannot say the word God or anything about God. But I said, and I did not, and I started to resist, that either there's not going to be the show, or you're going to have to cut all the parts out about God. And they asked me, why do you do this, and why do you adopt these children? And when I took in the water baptism, I promised to serve God with a clean and sober conscience. And I received this ministry into my life, and this ministry in my life is one. Can we also play the next video? Can we also play the next video? It's a short video. What? No. You will be now with us. You will be now with us. You will be now with us. God loves you too. All right. You will be now with us now, you will not cry. We will love you. We really love you. Yeah. We love you. Yeah. We're good. Это мы усыновили еще одного мальчика, Тимофеечку. Он с таким же диагнозом, как у Милаши. Мы уже учим его молиться. Но он не разговаривает вообще. Но он знает слово Аминь. Милашечка, можешь сюда выйти, пожалуйста? Иди сюда, Милаша. Сейчас Милашенька помолится у нас еще. Пять минуты еще? Хорошо. You need to turn here this way. Сейчас на лавчика. Хотелось просто сделать такое пожелание вам. Вот почему-то мне сегодня к молодым хочется сказать вам, ребят. Здесь сидят практически возраст, наверное, моего сына. 31 год. Most people here are sitting around my son's age. Young girls as well. Прощайте. Please, прощайте. Потому что другого выхода нет. Please forgive, because there's no other way out. Поверьте мне, я прошла. Два года изгнаний. I went through this. For two years they were casting out demons. Если у вас есть какие-то вопросы, подойдите. Простите. Я вышла. If you have any questions, come up. And ask me. I came out with victory. Я знаю, что это тяжело. Я знаю, что это страшно. I know this is hard, and I know this is scary. Я не знаю, сколько будете проходить вы. Год, два. I don't know how long you'll be going through this. A year or two. Чем быстрее вы простите, тем больше у вас останется жизни с Иисусом. Тем больше вы отдадите своих красивых лет Богу. И просите служения, потому что дьявол очень боится, когда душа начинает служить. And ask for a ministry, because the devil is scared of ministry. Я желаю вам прощать, для того, чтобы мы были прощены. I desire for us to forgive, so we can be forgiven. А сейчас Милаша, наверное, скажет молитву, благодарна с Богу, за то, что она встретила биологических родителей. And right now we'll have a prayer where the daughter will pray for the forgiveness, thanking God that she forgave her parents. Дорогой Иисус Христос, Сын Бога Живого, я благодарю Тебя, Господи, за такой прекрасный день, за церковь, за людей в сердцах. Я благодарю Тебя, Господи, за биологических родителей. Иисус Христос, Сын Бога Живого, что мы любим друг друга, прощаем друг друга. И вы прощаете друг друга. Бог вас любит, прощает вас. Пусть прославится имя Твое святое в нашей жизни. Аминь. Бог тебя любит и прощает Тебя. Я хочу вас поблагодарить, дорогие пастыря, за то, что вы приняли меня такую, какая я есть, за то, что вы молились, за то, что вы увидели, что это плод Божий, что это плод, это плод, это семя Иисуса Христа. Спасибо вам большое, что всегда были, поддержали меня. Это просто чудо, не церковь, серьезно, настоящее. Я не говорю прям красивое слово. Я, поверьте, была в многих церквях, когда везде искала Бога. Поэтому, ребята, вы в надежной церкви. Верьте. Спасибо. Спасибо.